Сегодняшняя лекция будет в продолжении не того, что было у вас неделю назад, а в промежутке у меня были заочники. И поскольку у нас там были всякие пропуски из-за праздников, я им рассказывал, тот материал, который я должен был рассказывать вам. И поэтому мы несколько продвинулись вперед. Но эти лекции для замужников, они были в дистанции, они есть в записи на ютубе, и в принципе вы сможете просмотреть. Что мы там успели пройти? Ну вот с вами мы начали билинейные формы, дальше мы с ними эти билинейные формы продолжили, рассмотрели также квадратичные формы, рассмотрели вопрос о матрице билинейных и квадратичных форм, рассмотрели вопрос о том, как эта матрица меняется при замене базиса, потом просмотрели теорию Лагранджа, которая утверждает, что в случае симметричных билинейных форм или квадратичных форм матрицу можно сделать диагональными. То есть здесь ситуация проще, чем в случае операторов. Операторы бывают диагонализуемые, и операторы бывают не диагонализуемые. А вот симметричные билинейные формы и квадратичные формы, они всегда диагонализуются. На этот счет есть теорем Лагранджа. Долгое время мы там занимаемся просто доказательством этой теорем Лагранджи. То есть это доказательство можно там просмотреть. После этого мы рассмотрели вопрос о том, какие бывают квадратичные формы в случае поливещественных чител. И вот там для квадратичных форм есть различия, связанные со знаком. Они бывают положительными, то есть принимающие всегда положительные значения, отрицательными, принимающие всегда отрицательные значения, бывают знакопеременными, бывают полуопределенными, то есть такими, которые принимают положительные значения, но иногда будут зануляться даже на ненулевых деталях. И бывают отрицательные полуопределенные, которые принимают отрицательные значения, но иногда могут зануляться даже на ненулевых витарах. Дальше мы сказали, что самыми интересными для прикладных вопросов, и в частности для физики, являются положительно определенные формы. Ну и я еще скажу, конечно же, что бывают случаи, когда знакопеременные формы тоже имеют значение, это теория относится к физике. Но это отдельно. И сказали так, что поскольку вот в нашем трехмерном пространстве есть коллеги, которые являют собой пример положительно определенной формы, то развитие аналогии с трехмерным пространством в сторону многомерности должно происходить через положительно определенную форму. И мы определили понятие искритового пространства. Значит, для вас тоже это, хотя и будет повторно, по сравнению с трехмерцами, которые были в записи, давайте я все-таки скажу это по определению евклидового пространства. Значит, евклидового пространства. Векторное пространство. Это линейное векторное пространство. И мы находим вещественных чисел, в котором задано и зафиксировано, некое положительно определенное. квадратичная форма. И уже подпись. Называемая медный тык. Значит, в принципе, в любом пространстве линейным векторным надполем веществных чисел можно выбрать какую-то положительно определенную квадратичную форму, и даже не одну, их может быть бесконечно много разных положительно определенных квадратичных форм. Но если каким-то способом кто-то задал и зафиксировал одну из этих бесконечного множества квадратичных форм и сказал, что вот она будет самой главной, основной, а остальные, ну, если надо, мы их будем смотреть по мере необходимости, если не надо, то мы их смотрим. Вот в этой ситуации говорят, что заданы и в критовом пространстве. А положительно определенная квадратичная форма играет существенную роль в описании этого видового пространства. Ну, мы знаем, что с каждой квадратичной формой взаимно однозначно связана делинейная форма. То есть, если у нас есть GAX, то мы можем изготовить функцию GAXY от двух переменных, которая будет уже линейно по крайней мере. Вот эта форма, она называется метрикой, а соответствующая симметричная беременная форма называется скалярным произведением. Скалярное произведение. Дальше что говорится? Значит, раз мы назвали это скалярным произведением, а в прошлом семестре при записи скалярного произведения мы просто писали скобка X,Y. То есть, скалярное произведение обозначалось вот так. А теперь же скалярным произведением предлагается обозначать вот такую форму. Давайте просто постулируем, что вот это обозначение, это то же самое, что это другая запись для G, X, Y. Можно проверить по свойствам. Скалярное произведение в обычном понимании, в прошлом семестре, оно линейно по первому со множью и линейно по второму со множью. То только оно симметрично. То же самое есть и для формы G. Оно линейно по первому аргументу по своему определению, оно линейно по второму аргументу, оно симметрично, потому что оно получилось из квадратичной формы. А из квадратичной формы, получается, по форму для восстановления симметричной линейной формы. То есть, это просто другой способ обозначения. Если мы эту форму сказали, что она главная, то дальше можно просто значок ее не ставить, а мысленно подознать, что она где-то там есть, и использовать обычный значок скалярного произведения. С помощью скалярного произведения в прошлом субестре мы определяли понятие длины. Длина вектора X, возведенная в квадрат, это было скалярное произведение X с X. Используя это свойство, в прошлый раз мы определили тоже длину вектора X, как корень квадратный из X с бета X, но поскольку у нас скалярное произведение обведяется через форму G, то у нас получается корень квадратный от G от X, Y. От X, X, правильно. Вот. Но что такое G от X, X? При совпадении аргументов билейная форма превращается в квадратичную форму. То есть, это будет корень из G от X. И вот здесь как раз оказывается полезной положительная определенность функции G. Из-за того, что форма положительная определённая, то коренное выражение получается положительным. То есть, G от X больше при равном углу. Из-за положительной определённости. И тем самым мы можем по аналогии с этой формулой из прошлого семестра, используя вот эту вот замену на скалярном произведении через G, мы можем ввести понятие длины вектора в многомерном линейном векторном пространстве. Вот до сих пор мы изучали там линейное пространство, отображение, операторы, собственные числа, собственные векторы. Всё-всё-всё изучали. Но понятия длины у нас не было. То есть, многомерные пространства у нас были неоснащёнными. Вот этим важно понять. Длины, расстояние, дистанции и так далее. Но скалярное произведение позволяло нам в прошлом семестре определять не только длину, но ещё и угол. Написали, что косинус угла между векторами и так далее скалярное произведение X на Y разделить на модуль X на модуль Y. Если мы теперь скалярное произведение определили через G, а, значит, длинула определили вот такую вот формулу, то у нас получается, что для косинуса T получается такое выражение. G от X, Y разделить на корень из G от X, X и на корень из G от Y, Y. Вот. И эта формула, она, во-первых, потенциально может дать нам угол между векторами, с одной стороны, и с другой стороны она задаёт нам такой вопрос. Если это косинус, то косинус должен находиться в определенных пределах. Косинус больше минус единицы и косинус меньше плюс единицы. А тут написана какая-то дробь, на которую мы пока ничего не знаем. Может быть, она принимает какое-то значение, равное, допустим, двойке, тройке, двадцатке, ста тысячам. Как быть с косинусом, если вот эта дробь вдруг окажется равной ста тысячам? Осинуса не будет, потому что осинус в этот диапазон не влазит. Но оказывается, к счастью, существует теорема, или существует неравенство, которое называется неравенство Хашибанниковского шварца. Мы его с заочниками разобрали и доказали. Для вас я его просто вымешу. Значит, в любом невклидовом пространстве имеет место вот такое вот неравенство, что g от x и y, взятое по модулю, меньше или равно, точнее, даже так вот, взятое по модулю, и пусть будет квадрация, меньше или равно g от x и x умножить на g от y и y. Для любых векторов x и y. Ну и если посмотреть на это выражение, то видно, что после извлечения корня квадратного из обменных частей, этого неравенства, у нас получится здесь модуль вот этого числителя, а здесь вот корень как раз такой, который стоит в знаменателе. То есть получится, что в этой дроби числитель по модулю меньше, чем в знаменателе. По модулю это значит, что он может быть плюс либо минус, но не больше, чем знаменателе по модулю, по абсолютной величине. Это значит, что значение дроби как раз выкладывается в тот диапазон, который нужен. Это дробь меньше или равна единице, но больше или равна минус единице. И тем самым вот эта формула позволяет нам определить косинус угла между векторами, а значит и угол между векторами, а в многомерном пространстве, и в длинном пространстве. Дальше можно продолжать эту аналогию, то есть можно строить геометрию, похожую на трехмерную геометрию, предать понятие треугольников, прямоугольников, параллелепипедов, кубов, понятие объемов, площадей, опускать проекции, что еще там, строить высоты каких-то, не только трехмерных, но и четырехмерных, пятимерных. Можно строить аналоги, там, допустим, не трехмерной пирамиды, а, скажем, четырехмерных пирамид. Что это будет? Ну, это будет некая вещь, в основании которой будет находиться трехмерная пирамида со всей полноты ее объема, а в каком-то четвертом направлении будет идти от этого основания высота. И где-то там, на конце этой высоты, будет находиться вершина. Дальше можно строить пяти, шести, семимерные пирамиды, у которых основания будут теперь размеры с единицей меньше. Можно в этих пространствах, поскольку можно обвинить понятие объемов и площадей, можно дальше вводить там понятие интегрирования, можно вводить функции многих переменных в этих пространствах. То есть все богатство геометрии и даже больше, чем мы здесь себе можем позволить, в этих пространствах потенциально можно определить и изучать, хотя и визуально нагружать не возможно. Вот. В этом польза квадратических форм и понятий интегрирования расстрации. Сейчас мы докажем еще одно неравенство, которое хорошо известно из трехмерной геометрии, и очень полезно, что оно окажется вместе в многомерной интегрированной геометрии тоже. Оно называется неравенство вводника. Давайте нарисуем треугольник. И сделаем его стороны векторами. Тогда вот этот вектор А, ну, выглядит как он так, это х, это треугольник, и если мы ее сложим, то получится третья сторона треугольника. Это у нас обычное правило в сложении векторов в треугольник. Ну, что такое? Если вектор трехмерный, то эта картинка наглядная, и она видна. Но, если мы возьмем вектор многомерный, то то же самое, это будет многомерный, точнее, это будет трехобычный треугольник, но помещенный в многомерное пространство. И возникает вопрос, у него в этом многомерном пространстве будет выполняться неравенство для сторон. Какое у вас было неравенство? Что длина третьей стороны не превосходит суммы длин двух, ну, первую или вторую, скажем так. Вот такое неравенство треугольника у нас было в обычном случае. Давайте мы теперь это неравенство докажем в многомерном случае. Пишите заголовок. Доказательство неравенства треугольника. Доказательство неравенства треугольника. Доказательство неравенства треугольника. Наorm самом деле, это корень квадратный из g от dx, x. И молитền от y, это корень квадратный из g от y, y. Значит, по сути, нам нужно установить неравенство. Вот такое, что корень из g от x плюс y запятая x плюс y меньше или равно корню квадратному из g от x, x, корень из g от y, плюс корень из g от y, x. На этой штукой поставим вопрос. То есть вот такое неравенство нам нужно вывести. Поскольку я не знаю какой-то должен быть знак, точнее я не доказал его еще. Давайте я здесь поставлю вот такую вот вещь. Сейчас. Изобрету вот такой вот значок. Который либо больше, либо меньше. То есть такой неопределенный значок. Дальше буду пользоваться чем? Вот с левой стороны стоит положительное число, потому что корень квадратный это положительное число. Или ноль, крайне точное. С правой стороны тоже не отрицательное число, потому что это сумма двух корней, каждый из которых крайне точное только ноль, но не может отрицать. Значит, если у нас есть неравенство, содержащее положительное число или ноль, то мы можем его возвести в квадрат, и при этом оно также сохранит знак неравенства. То есть если было меньше, останется меньше. Если было больше, останется больше. То есть давайте поставим здесь вот такую вот равнозначность тому, что это равнозначно g от x плюс y, напитая x плюс y, меньше или больше, неинтересно пока, корень квадратный g от x плюс y плюс y. И все это в квадрате. Если мы начнем раскрывать, то у нас получится g от x плюс x, потому что надо будет вот первый разложим его развести в квадрат. Потом будет у нас g от y плюс y, потому что второй разложим его, и посмотрим в квадрат. И будет удвоенное произведение от корня g от y плюс y. Он может быть такой из g от y. Вот. Теперь давайте в левой стороне тоже произведем преобразование, используя делинейность. То есть есть линейность по первому со множеством, и есть линейность по второму со множеством. Это позволяет нам записать следующим разом, что это есть g от x, x, плюс 2g от x, y, плюс g от y, y. Значит, то, что здесь написано вот так, это из-за линейности. Ну, как бы вот это аналог скалярного произведения, значит, x умножается на x, получается g от x, x, x умножается на y, получается g от x, y, но если y умножить на x, это будет снова g от x, y в из-за симметричности, поэтому с коэффициентом двойка кончета. И здесь еще будет g от y. Теперь смотрите. Вот это равно этому, и здесь стоит неопределенная неравенность по меньше или больше. А вот это выражение равняется вот этому. Поэтому в целом я могу переписать это как неопределенное выражение следующего слова. вот g от x, x стоит здесь, и g от x, x здесь, здесь. В любом неравенном, либо больше, либо меньше, если одинаковость по краям агенте слева и справа, на них можно сократить. и g от y, y здесь есть, и здесь есть и g от y. То есть на них можно сократить. Останется вот это выражение и останется вот это выражение. Значит, у нас получится 2g от x, y меньше либо больше 2 корня квадратного g от x, x на корень квадратный на g от x по агенте критики. Вот. Теперь давайте сравним вот с тем, что написано на версии. Если здесь квадрат убрать, то у нас получится корень из модуля, точнее, это тут был квадрат, потому что просто модуль. А здесь будет вот такой корень, и здесь будет вот такой корень. Вот это неравенство Хашидо-Няковского-Шварца, которое уже доказано. Значит, разница в чем? Надо сократить на двойки. Здесь получается выражение без модуля, а здесь выражение с модулем. Что мы знаем? Если мы сравним, скажем, какое-то число альфа и модуль альфа, что больше? Альфа или модуль альфа? Если они положительные, то они равны. А если число отрицательное, то модуль положительное, а само число отрицательное значит модуль больше. То есть мы всегда можем написать, что вот эта штука, она больше или равна числа без модуля. Уже от Х и В. Ну и если вот такая цепочка неравенств, вот это меньше, чем это, а это меньше, чем это, то промежуточное звено можно убрать. И у нас получится, что вот это меньше, чем вот это. А это, как раз, есть вот то, что мы здесь хотим. То есть вот этот вот знак больше или меньше, он заменяется теперь на вполне определенный знак. Меньше или равно. И поскольку во всех этих вычислениях я не делал того, что было бы необратимым, то есть там, где я умножал на 2, сокращал двойку, можно умножить на 2. Там, где я сокращал вот эти два свагаемых слева и справа, можно эти два свагаемых слева и справа добавить. И после этого можно, в конце концов, вернуться вот к этому виду, а этот вид как раз и означает, что у нас выполнено неравенство трехвы. Значит, в итоге, вот из того, что вот здесь мы воспользовались неравенством для шага ментовского шага, повторяем путь рассуждений, заглянувшись обратно, мы получаем неравенство трехвы. Итак, даже в многомерном случае имеет место неравенство трехвы. Что это означает? Это означает, что у вас есть ломаная линия, то отрезок, соединяющий концепты ломанной линии, будет иметь меньшую длину, чем сумма длин звеньев этой ломаной линии. Дальше вы можете звенья этой ломаной линии делать короткими, брать какую-то уже гладкую линию, в точке которой ставить вершинки этой ломаной линии и приближать длину кривой, ну, длину линии, сбор через длинный отрезок ломаной линии. Так вы делали в матанализе, наверняка, при определении понятия длины через интегратор. В принципе, то же самое можно будет сделать в многометном пространстве, ну, и в общем, можно доказать теорему о том, что длина любой, не обязательно треугольника, а длина вообще любой, либо ломаной, либо даже непрерывной гладкой линии всегда больше, чем длина отрезка, соединяющего концы этой линии. гладкой линии. Значит, в качестве небольшого такого отступления от основного входа инверции, давайте, я вам скажу, что бывают вот такая теория, вызываемая общей теорией относительности, да и специальная тоже, в общем-то, и СКО и общая теория относительности. Везде используют в четырехмерном пространстве, там, где и К, и З, еще и К, используют не положительно определенную, а знакопеременную квадратичную форму, которая называется метрика Минковского. метрика Минковского. Как она устроена? Если посмотреть на ее матрицу, то она устроена так, один, минус один, минус один, минус один. То есть, сигнатура такой метрики будет один плюс и три минуса. А что это сигнатура? Ну, вы посмотрите вот записанные лекции, и вы там поймете. То есть, скалярное произведение построено с помощью этой метрики может принимать как положительное значение, так и отрицательное значение. И вот на этом факте основывается то свойство, что в этой геометрии Минковского в четырехмерном разе времени длина ломаной линии может оказаться меньше, чем длина отрезка, соединяющая ее концы. А длина линии, идущей в направлении преимущественно в направлении времени, имеет смысл времени для движущегося объекта. И поэтому там есть вот то, что все привыкли называть парадоксом близнецов, что если один из двух близнецов остается в инерциальной системе отчеты, которая считается неподвижной, а другой сначала ускоряется, удаляется от него, где-то делает разворот, потом снова ускоряется, приближается к нему и возвращается в прежнюю точку, то в том месте, где они снова встретятся, у того, кто улетал, ускорялся и снова ускорялся, время будет замедленным, и он останется более молодым, чем тот, который, значит, остался в неподвижной системе отчета, инерциальной. Но это всем хорошо известно, мы как раз в другом разнообразных художественных фильмах и так далее. Так что в основе этого лежит тот факт, что физика четырехмерного пространства, физика высоких скоростей, скоростей соотносимых со скоростью света, она базируется на вот такой неположительно определенной метрике, называемой галерийной форсии. Ну, а сейчас мы все-таки вернемся к более привычным и более часто использованным в повседневной жизни к юргитовым проектам. Давайте запишем проговоры. Симметричные симметричные линейные операторы операторы в евклидовых пространствах. симметричные операторы в евклидовых пространствах. вот пусть у нас есть какой-то вообще оператор F который действует из пространства B в пространство B и пусть B это гипплиновое пространство. гипплиновое играющее роль скалярного произведения. Продолжаем. Значит вот пусть такая ситуация есть, что есть какой-то линейный оператор F заданный в евклидовом пространстве. Поскольку у нас теперь есть форма а в форме есть два века G от X и Y ну это скалярное произведение которое задано в этом евклидовом пространстве. Мы можем оператор F применить к X либо мы можем применить оператор к Y. У нас получится G от F от X запятая Y и мы можем написать G от X запятая F от Y Возникает вопрос вот такие функции от двух переменных они будут билинейными или нет? Немного проверить что они действительно будут билинейными почему? Потому что оператор линейный если в его аргумент попадет сумма X плюс Y то его можно будет раскрыть эту сумму и дальше уже раскрыть по линейности G если здесь в аргумент оператора F попадает Y1 плюс Y2 такую сумму тоже можно раскрыть по линейности оператора а дальше применить уже линейность формы G по второму оператору то есть такие функции будут билинейными если есть оператор и линейная форма G то можно изготовить еще две линейные формы в общей ситуации вот эта форма эта форма и эта форма никак друг с другом как следует хорошо не связаны они не равны это не равно этому это не равно этому то есть в общем случае это разные формы но вот оказывается если оператор строен хорошо если оператор какого-то не общего вида а чем-то специальным замечательным то значит вот эти две формы будут одинаково будут совпадать давайте запишем определение симметричного линейного оператора оператор в гневклидовом пространстве называется симметричным оператором симметричным оператором оператором если g от f от x запятая y равняется g от x запятая r от y то есть если оператор можно перекидывать с одного аргумента основной квадратичной формы которая задает структуру их на второй аргумент в той же самой квадратичной форме и оказывается эти симметричные операторы обладают целым спектром интересных важных свойств петербург и обладают с м до 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 Продолжение следует... Значит, начнем с того, что воспользуемся теоремой Лагранжа о том, что всякая форма может быть диагонализована. Мы ее проходили в прошлый раз, ну и в частности вот эта вот форма G от XY может быть диагонализована. И поскольку она положительно определенная, после диагонализации мы еще дополнительно можем поменять диагональные элементы и мы получим такой факт, что вот для этой положительной определенной квадратичной формы, состоящейся структурой инфклинового пространства, существуют базисы, в которых матрица этой формы единична. А что это значит? Это значит, что G от Е ИТ, ИТ, E ЖТ равняется символу коллегера ЭТ, ИТ, ЖТ. То есть элементом единичной матрицы. А вот такие штуки мы встречали в прошлом семестре, это элементы матрицы грамма. На самом деле матрица вот этой основной линейной формы, которая задает структуру евгелинового пространства, называется еще по-другому матрица грамма. А если матрица грамма, то вот такие базисы, в которых матрица грамма единичные называли ортономерные. То есть в многомерном евгелиновом пространстве существуют ортономерные базисы. То, что они существуют в трехмерном пространстве, мы можем визуально себе представить, поскольку мы знаем, что в трехмерном пространстве существует три перпендикулярных вектора, которые можно сделать единичными. А вот то, что они существуют в многомерных пространстве, вытекает из, ну вот это теорема Лагранжа и определения положительно определенной графичной формы. Вот. Значит, дальше теорема будет следующая. Записываем теорему. Матрица симметричного оператора. Матрица симметричного оператора. Матрица симметричного оператора в любом ортономерном базисе симметрична. Давайте это увидим. Матрица симметричного оператора. Вот эту F от E и D погрузим в квадратичную форму. Напишите G от F от E и D запитая G кафе. Если мы сюда вот эту формулу подставим, то это выражение будет равняться G от суммы F, P, T, G, D, E, G, D, N, 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 G. Но поскольку форма G линейная по первому аргументу значок суммы, и коэффициенты F и D можно вынести, у нас получится, что это равно сумме G от 1 до N F, G, D, N, G, D, N, G, D, E, G, D, N, D. А вот эта величина G в линейной по первому аргументу, в силу того, что у нас база спорта нормирована, это есть символ краникера. То есть это можно дальше продумать. Что это есть сумма по G от 20 до N F, G на верхнюю аргументу, на дельта, линейная по первому аргументу. А в суммах, в которых встречается символ краникера, всегда один знак суммы исчезает, и получается такое значение, при котором вот этот индекс суммирования G совпадает с индексом K. То есть в итоге у нас получается, что это есть F, D, K, T наверху. Дальше. Если бы это был просто оператор, на этом бы все и закончилось. Но, это не просто оператор, это у нас симметричный оператор. Поэтому букву F можно перекинуть вот с этого G на F, E. Поэтому у нас получится G от 2D, F от 2K. А вот здесь F от 2K можно переписать точно так же, заменив букву I на букву K. То есть я здесь могу просто букву I стереть и написать букву K. Здесь тоже могу I стереть и написать букву K. И вот это все теперь, видите, поставить сюда. Тогда у меня получится G от 3D. И, значит, здесь сумма по K от 1 до N. F, K внизу, G наверху, G G. И с того момента сумму тоже можно вынести. Сумма по K от 1 до N. Дальше будет F, G, D, K тоже можно вынести. А дальше здесь будет G от 1, D, 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 D. Но эта вещь, это есть символ Кромекера. То есть опять получится сумма по K от 1 до N. F, K, T, G, D, 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 D. А в суммах, где встречается символ Кромекера, опять же, вот этот индекс G принимает... Остается только одно слово время, в котором индекс G равняется индексу I. И поэтому мы получаем, что здесь получается F, K, T, E, D. Давайте посмотрим то, что получилось в конце цепочки вычислений здесь, и что получилось в конце цепочки вычислений здесь. И видим, что у нас получилось совпадение вот такого слова. У нас получилось равенство, что F, K, E равняется F, K внизу и наверху. То есть номера строк и номера столбцов поменялись местами. А что происходит с матрицей, когда номера строк и номера столбцов поменялись местами? Происходит транспонирование. То есть мы получили, что матрица оператора F такая, что F транспонирования равняется F. А это как раз признак симметричной матрицы. То есть матрица такого оператора в кортонормированном базисе при транспонировании не меняется, она симметична. Тем самым мы этими вычислениями доказали вот этот вот факт. Следующий важный факт такой, вот давайте рассуждать так, вот если у нас есть просто оператор в пространстве над полем вещественных чисел, и мы записали характеристическое уравнение для его собственных чисел, это получилось уравнение n-той степени, коэффициенты которого вещественные числа. Какие корни могут быть уравнения с вещественными коэффициентами n-той степени? Но если мы ищем только вещественные числа, а именно они нас интересуют, то возможны разные ситуации. Либо их вообще нет, либо их одна, либо две, либо сколько-то. Ну квадратное уравнение тому пример. Квадратное уравнение может быть два корня, может быть два склеившихся, то есть один корень, когда дискриминат равен, может быть вообще отсутствуют корни вещественные, если дискриминат отрицательный. Но это значит, что корни становятся комплексными. В н-той степени то же самое, то есть коэффициенты вещественные, а корни могут быть комплексными. И эта ситуация мне приятная. Это значит, что фактически собственных чисел нету, потому что собственными числами в пространстве над полем вещественных чисел признаются только вещественные собственные значения. Вот. Оказывается, здесь в случае симметричных операторов обязательно все собственные числа вещественные. То есть все корни характеристического поленома обязательно вещественные. Давайте этот факт мы докажем. Значит, возьмем квактонормированный базис, в котором матрица оператора симметрична. Пусть есть ОН0. И в этом базисе ФКПИТ равняется ФКПП. Допустим, что ли она комплексная корень, комплексная корень характеристического поленома. Тогда ему будет соответствовать некий столбик из координат, который будет представлять собой комплексный собственный вектор. То есть будет вектор В1ВН, комплексный вектор, который после умножения на матрицу Ф будет давать нам лямбда, умноженная на этот вектор В1ВН. Давайте это матричное равенство запишем в виде суммы, в виде компонента. Оно означает, что В, фиандра умножить на В1ВН равняется сумме КОЖ от 30 ВН, ФФКПЖ на ВЖ. Дальше давайте мы обе части этого равенства домножим на ВИТ комплексно-сопряжённый. ВИТ комплексно-сопряжённый, то есть я здесь добавлю ВИТ комплексно-сопряжённый и после этого добавлю ещё один значок суммирования. ВИТ комплексно-сопряжённый, то есть я здесь добавлю ВИТ комплексно-сопряжённый. Я могу лямбда из квадрата суммы вынести, и у меня получится лямбда умножить на сумму ВИТ на ВИТ комплексно-сопряжённый. Вот И от виницы до Н. Но когда ВИТ умножается на ВИТ сопряжённый, то у нас получается модуль ВИТ в квадрате. Это свойство комплексных чисел. То есть получается лямбда умножить на сумму по И от виницы до Н, модуль ВИТ, всё в квадрате. Заметим, что даже если вектор имеет комплексные координаты, модуль комплексных чисел — это число вещественное. И после визитения квадрата это даже число положительное. То есть в целом эта сумма есть вещественное положительное число. Про лямбда я пока не знаю, что это вещественное. Но давайте я посмотрю сюда. Обозначу вот эту штуку, ну как некоторые фи. Вот эту сумму, которая с правой стороны, обозначу через фи. И давайте я возьму И комплексно-сопряжённый. Тогда это будет такая же сумма по И от виницы до Н, по Ж, это виницы до Н, Ф, ИТ, Ж, Т, на В, Ж, Т, В, ИТ, комплексно-сопряжённое, я ещё над всей суммой поставлю знак комплексного сопряжения. Но вот комплексное сопряжение обладает тем свойством, что когда мы два раза комплексно сопряжём, то оно станет без сопряжения. То есть у меня получится следующее. Сумма сумма. Здесь будет Ф, ИТ, Ж, Т. Ф, ИТ, Ж, Т, это вещественное число. Матрица оператора вещественного пространства, она состоит из вещественных числов. Поэтому операция комплексного сопряжения на неё никак не действует. Оно остаётся таким же. Операция комплексного сопряжения действует на комплексные числа. А вот на В и В с чертой оно будет действовать. У меня получится В, Ж, Т, с чертой, В, ИТ, без черты. Сумма по И от виницы до Н, сумма по Ж от виницы до Н. Что изменилось? По сравнению с тем, что было. Давайте посмотрим. Здесь Л-ки остались такими же. Ж попало под черту, а И, наоборот, под чертой перестало быть. Значит, тогда что? Похожа ли эта сумма вот на эту сумму? Очень похоже. Но у меня есть разница, что здесь под чертой Ж, а здесь под чертой И. Могу ли я формально букву И заменить на букву Ж, а букву Ж заменить на букву И? Ведь у меня без разницы, какая буква используется при сумме. То есть, если формально переставить в букву К, то у меня получится здесь буква И, это будет буква Ж. Тогда здесь тоже надо будет написать Ф, Ж, Т, наверху, и будет внизу. А все остальное останется таким же. И тогда уже сходства будет еще больше. В, И, Т под чертой, В, Ж, Т без черты. И вот такая вот матрика. Ну, смотрите, здесь Ф, Ж, наверху, и внизу. А здесь Ф, И, наверху, Ж, внизу. Как бы транспонирование произошло. В общем случае, это был, эти вещи все равно бы не совпали эти две суммы. Но поскольку у меня ОНВ и оператор симметричный, то есть у меня вот такая форма. Значит, вот то, что входит сюда, и то, что входит только в эту сумму, они одинаковые. И, значит, вот эта сумма после таких вот чисто косметических преобразований оказалась совпадающей с этой суммой. Отсюда я делаю вывод, что Фи равно Фи сопряженному. То есть комплексное число Фи после сопряжения остается самим собой. А это значит, что его мнимая часть равна нулю. То есть такое есть только в другом случае, если Фи приближит к полю вещественных чисел. Ну и отсюда получается, что у нас число лямбда, это есть вещественное число Фи разделить на сумму квадратов модулей комплексных чисел, которые сами являются по сути вещественными числами. ОИ объединится до Лямбда. Ну и поскольку числитель вещественное число, знаменатель тоже вещественное число, то я получаю, что собственное число лямбда будет вещественным. Это значит, что все корни, как вещественное уравнение, в случае симметричных линейных операторов, они вещественные. На этом список важных свойств симметричных операторов не исчерпывается. Вы с ними, точнее, с некоторым их обобщением, понятием эрмитовских операторов, столкнетесь в курсе квантовой механики. Ну и там, пожалуйста, вспомните вот этот момент, что симметричный оператор – это некая предварительная ступень к пониманию эрмитовских операторов. Если бы у меня было время, и предмет был бы наделен большим количеством часов, то я, возможно, успел бы вам рассказать и про симметричные операторы более подробно, и про эрмитовские операторы. Ну на этом все, предмет у нас закончен. Продолжение следует...